Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии школы номер 10 города Кировска. И сегодня мы с вами разобьем цветник рядом со школой. Начнем! Это газон рядом со школой. Такой он оказался после земли. Как видите, мы уже делали здесь клумбы. В этом году нам осталось только их немножко подправить. Если у вас есть вазоны, конечно, лучше использовать вазоны. Но если их нет, используем подручные средства. Например, покрышки от колес. Если у вас все в порядке с руками, вырезайте из них фигуры. Я этого делать не умею. Поэтому просто их обрезаю. Обрезаются они легко с помощью ножа. Вот эта вот поверхность, мы ее вырезаем и остается вот такая подложка. Ее не выбрасывайте. Положите ее под низ колеса. Это придаст конструкции прочность и устойчивость. У нас здесь есть кромка, поэтому угол отбивать мы не будем. А просто поставим наши покрышки вдоль кромки. Наполним их землей и посадим туда цветы. Итак, покрышки мы приготовили. Сейчас мы их заполним землей. Но чтобы землю сэкономить, можно на дно положить какие-нибудь сухие остатки. Они перегниют и будут перегной. А земли, которую мы засыпем сверху, достаточно для растений. Кладем мусор. И высыпаем сверху землю. Землю обязательно разравниваем. Мусор из земли и сорняки убираем. Червей оставляем. Они нам пригодятся. Теперь надо внести удобрение. Лучше использовать азофоску. Но у нас нет азофоска. У нас есть барафоска. Здесь нет азота. А в качестве источника азота мы внесем кальциевую селитру. Удобрение обязательно вносим в перчатках. Потому что иначе можно получить ожоги. И цапкой разрыхлим. И закопаем наше удобрение. И заодно еще уберем мусор. Теперь надо полить клумбу. Прежде чем поливать удобрение, отставим в сторону. Чтобы вода на них не попала. Они растворяются. На такую клумбу понадобится примерно 5 литров воды. Червяка закопаем обратно. Мы подготовили клумбу. И так мы поступим. Со всеми клумбами. Немножко о цветах. Не надо у нас на севере сажать столь любимые всеми бархатцы. Они совершенно не переносят заморозков. Теоретически у нас заморозков не может быть в июле. Но я помню 2 года, когда заморозки были в начале июля. И этого достаточно, чтобы бархатцы погибли. Клумба будет некрасивая. Что выбор у нас не очень большой. Это фиалки, маргаритки, ноготки или календула. Вот у меня еще циния. Попробуем ее посадить в центр. Посмотрим. Я не знаю, как циния будет вести себя у нас на севере. Просто посмотрим. Если вдруг она здесь не приживется. Берем и посадим стандартные фиалки, маргаритки. Может быть петунью. Распределите растения по клумбам. Если вы это делаете первый раз, ну или третий, как например я. Лучше в одну клумбу сажать какой-то один вид. И лучше выбирать смесь. Сочетать цвета и сочетать растения между собой. Это целое искусство. Не думайте, что это легко и просто получится с первого раза. Поэтому пусть будет смесь. Она тоже хорошо смотрится. Ну вот в одной клумбе пусть, например, будут только фиалки. А в другой только маргаритки. Ну в нашем случае в одной клумбе будет календула. Во всех остальных, кроме первой, будут фиалки. А вот в той первой будут маргаритки. Как посадить цветы? Очень просто. Берем рассаду, делаем ломку, сажаем туда цветок, закапываем, придавливаем. Закапываем, придавливаем. Закапываем, придавливаем. Закапываем, придавливаем. И так пока не посадим. Итак, со всеми клумбами после того, как рассаду высадили, обязательно клумбы нужно полить, даже если земля сырая. Хорошо сажать в пасмурный день под дождь, немного, по чуть-чуть на каждую клумбу. Даже если идет небольшой дождь и земля влажная и сырая, все равно поливайте растения после посадки. Во время полива земля плотнее прилегает к корням и растения лучше приживаются. После посадки растения могут лечь, подвянуть. Если вы сажаете в жаркий день, то они вообще могут лечь и выглядеть погибшими. Это не страшно. Поливайте их почаще, даже если надземная часть погибнет, от корня быстро начнут отрастать новые листья и оно все равно успеет зацвести и будет вас радовать этим летом своими цветами. А вот цинию мы посадили такую импровизированную клумбочку из камней. Я не знаю, как она себя будет вести у нас на севере. Зацветет ли она, поднимется ли она, посмотрим. В крайнем случае, выкопаем и посадим сюда что-нибудь другое. Итак, мы посадили цветы, сделали клумбы, осталось только убрать все лишнее, подождать пока поднимется трава и скосить ее, чтобы был аккуратный газончик. И так, надеюсь, наш небольшой опыт кому-нибудь пригодится. Ставьте пальцы вверх или вниз, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!